Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Я выбираю» в микрофон ее ведущая Ольга Шерчнева. У гостей к себе на программу в студию «Московской правды» я приглашаю студентов и выпускников различных учебных заведений, чтобы помочь школьникам и их родителям с нелегким выбором, куда же идти дальше. Итак, сегодня у меня в гостях Константин Хрустачев, выпускник Ярославского государственного театрального института по специальности актер драматического театра и кино. Костя, привет! Привет! Итак, мой первый вопрос сразу же. Что и когда вызвало у тебя интерес к сцене? Ну, на самом деле, все это пошло с раннего детства, потому что мне всегда очень нравилось петь, я вырос на музыкальных каналах, вот, и, в принципе, ну, мне кажется, бабушка моя, особенно бабушка, ну, она верила, что я буду каким-то, ну, или певцом. Ну, у меня вообще с детства была мечта стать певцом, но потом я понял, что пою я хорошо, но не так, чтобы прям очень, поэтому я решил стать актером и осознал это, наверное, в классе седьмом, когда меня учительница по математике, классная руководительница, отвела в кружок в театральный в школе, она сказала, что это точно мое. А почему ты нам так решил? Ты на уроках как-то особенно себя приобрел? Я был старостой класса, я вёл все чаепития, которые там, все конкурсы проводил, вот, ну, не знаю, всегда активист был, и в случае чего они всегда обращались ко мне, придумать что-то, спеть, танцевать, вот. Когда там в школе были, как сказать, ну, конкурсы, да, вот, всегда меня выставляли, там, мистер Рудит, счастливая встреча была, там тоже победы были, вот. Так, ну, отвела она тебя заниматься в кружок и всё, да? Да, и дальше понеслось, наверное, в классе восьмом я пришёл к родителям и сказал, я буду актёром, мама до последнего говорила, нет, это неприбыльно, это, ну, она говорила, что это не работа, и почему ты считаешь, что в тебе есть что-то, что, чем ты можешь заинтересовать других. Очень сложный вопрос для восьмиклассника, тебе скажу. Ну, да, потому что, на самом деле, профессия актёра, она такая двухсторонняя, то есть, как повезёт, может тебе повезти сразу, ты пришёл и снимаешься, снимаешься, вот, а может быть такое, что ты долго к этому идёшь. Это всё-таки, да, правда, дело случая очень часто, мне кажется. Да, 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 и также в съёмках и в театре, в случае удачи, как ты пойдёшь. Скажи, вот, я знаю, что занятия, да, в театральных студиях, в кружках, они же поглощают полностью, то есть, время на школу практически, мне кажется, не остаётся, это же вы все вечно в каких-то там делах, такие все, я не знаю, творческие, увлечённые. Ну, на самом деле, это так, вот, даже был случай, в школе сдавал экзамен, плохо подготовился, и мне поставили четыре, потому что я играл в спектакле «Левша», и учительница по географии очень понравилась эта роль, как я исполнил, ну, и она мне закрыла глаза, то, что я ничего не мог найти на карте, и поставила четыре. Ну, наверное, подкупает, да, когда ты чувствуешь, что к тебе как-то по-особенному относятся из этого? Ну, это подкупает, главное не зазвиздиться, потому что я знаю многих людей, которые в студию ходили, и потом, и они привыкают к этому, что человек, люди к тебе относятся хорошо, потому что ты где-то играешь, вот, ты в какой-то мере знаменит, и на самом деле многих людей это очень портит. Вот я, кстати, к этому хотела сейчас подвести, да, вот, знаешь, когда родители маленьких детей вот совсем отдают, да, в театральной студии, не знаю, насколько ты этим будешь согласен, но когда ребёнок чувствует, да, какой-то вкус вот сцены, взглядов, аплодисментов, мне кажется, что он реально вот моментально заражается сценой. Вот, мне кажется, что очень тяжело потом как-то ребёнку, знаешь, жить, если вдруг, он же привык к этому, к вниманию, к постоянному, вот как? Ну, я скажу то, что я вот сам начал недавно преподавать в студии в детской, и знаю точно, что ребёнка нужно вести, когда он уже что-то осознаёт, потому что в два или в три годика, во-первых, ему это, наверное, не так нужно, и он, наверное, ещё не понимает. Это, скорее, нужно его родителям. Им и так поиграть, вот, нет, есть и такие дети, есть, правда, дети в три года, которые, ну, им не скажешь, что три года, они занимаются наравне, там, с семилетними, с пятилетними, вот. И, ну да, действительно, он заражается, ему нужно больше внимания, если человек изначально предрасположен к этому, он продолжит ходить, он захочет сам играть на сцене, захочет внимания, но вот я ходил в студию, в театральную, и там не так много после этого пошли в театральный институт, то есть разные профессии выбрали. То есть для кого-то это могло быть, правда, просто увлечение? Хобби, да, часто бывает просто хобби, и вот я знаю точно, что у меня знакомые ходили в студию, работают сейчас совершенно не по профессии, ну, то есть не театральным делом занимаются, но им по 22, по 23 они продолжают ходить в театральную студию, то есть, ну, как народный театр, да, для себя, для хобби, вот. Ну, это, как знаешь, можно работать в банке, а по выходным глиняные горшки и пяти, вполне прекрасно себя чувствовать. Скажи, вот у тебя был ли выбор между чем-то ещё, или ты решил, что только театр и всё? В пятом классе я мечтал быть археологом, но мы как раз проходили по истории Древнюю Грецию, Древний Рим, и мне прям, ну, казалось, это безумно здорово раскапывать что-то там, мумии, саркофаги, потом скелет найти там, этого, динозавра, ну, а потом, ну, певцом всегда хотел быть. А вот когда уже был момент именно поступления, то есть был только театр в твоей голове? Да, да, я никуда не подавал документы, я сдавал нужное мне ЕГЭ, вот, и, ну, я думаю, если не поступлю, то буду поступать в следующем году, но никакую другую профессию я не рассматривал. То есть даже был готов потерять даже какие-то годы? Да, потерять год, возможно, где-то поработать мне по профессии год, но потом только театр. А вот скажи, а что представляет себе человек, да, в будущем, который хочет стать актёром? Вот что в его голове? То есть всё-таки школьник, это же не очень всё-таки взрослый такой осознанный, да, какой-то человек. Что вот в голове у тебя было, когда ты думал, что вот я хочу поступать театрально обязательно? Ой, на самом деле, только недавно я изменился, мне казалось, что я поступлю, буду очень известным, сразу буду получать баснословные гонорары, но потом со временем понимаешь, что, в принципе, это, ну, нет, это важно, это важно, особенно то, что у тебя появляется семья, появляются интересы, но на самом деле просто быть в искусстве, надо любить, как знаменитые слова, не буду врать, не помню кого, нужно любить искусство в себе, а не себя в искусстве. Я считаю, что, кстати, тоже чьё-то высказывание, я тоже не буду врать, да, журналист прекрасный, то, что человек всё-таки является каким-то проводником между, да, каким-то замыслом где-то там наверху и тем, что он воплощает, то есть действительно не нужно любить себя в искусстве, потому что ты являешься лишь, да, какой-то частью, которая может что-то передать зрителю, что-то вообще донести до людей. И, кстати, вот, собственно, мой вопрос, мы все знаем, да, и ни для кого не секрет, то, что вообще театральных вузов очень много, актёров сейчас тоже огромное количество, и вот скажи, когда ты приходишь, да, ты говорил, что везде подавал документы, не пугает вот такое количество огромное? Это всё-таки, ну, конкуренты, так или иначе? Пугает. Особенно раньше очень сильно пугало, потому что казалось, вот вроде вы очень похожи, но тоже воля случая, и возьмут другого, и не хотелось делиться с кем-то, какими-то знакомствами. А на самом деле всё приходит с опытом, сейчас я не боюсь конкуренции, я считаю, что если это твой шанс, то он обязательно будет, а если не получилось, значит, это не твое. То, что конкурентов, да, сейчас и московские вузы, и Ярославский, Петербург, да и очень много. У нас проходил фестиваль в Ярославле, в будущей театральной России, туда съезжали студенты, выпускники из разных городов, то есть начиная там, например, с Владивостока и заканчивая Москвой. Ну, то есть вся наша большая страна, очень много человек, наверное, 400-300 приезжало, это в год. Ну, на самом деле, так же, как и в любой профессии, не всегда, когда ты получаешь диплом, ты потом работаешь по специальности, не всегда люди в театр приходят, очень часто аниматорами становятся. Ну, как-то связано, да, тут большое поле, но я на самом деле считаю, что если уж ты закончил, то нужно всё равно по профессии. Хотя попробовать. Ну да, хотя попробовать, ради чего ты учился 4 года, чтобы потом положить диплом на полочку и работать не по профессии или даже заниматься тем делом, чем ты занимался до поступления. Скажи, а как проходит вообще вот этот отбор? Может быть, ну вообще сам процесс, может, расскажешь? Мне кажется, там очень много каких-то интересных историй, какие-то приметы. Это ужасно. Я бы в жизни не повторил больше этого. Почему? Потому что это напряжение, это большая потеря нервов. Ну, я даже не знаю, как передать. Это ужас, потому что ты сидишь перед институтом, ждёшь своего, своей очереди, своего времени. Вот, потом приходишь, естественно, очень сильно переживаешь, боишься забыть программу. У меня было такое-то, что я два раза забыл басню, вот, потому что, ну, тебя начинает колотить, ты ещё плохо себя чувствуешь, ощущаешь на сцене, перед людьми, вот, потом ты ждёшь результатов, и не дай бог, если тебе говорят, извините, до свидания. Ну, для меня, конечно, это не так было страшно, но я видел ребят, которые цель всей жизни было поступить, а они, получается, пролетали и ехали куда-то в другой институт, а некоторые разочаровывались. Ну, вот это я тоже считаю, что неправильно. Не поступил один раз, стоит пробиваться, стоит стучаться в другие двери. Всё равно когда-нибудь, если это твоя профессия, опять же таки, ты обязательно поступишь, выучишься и будешь работать по профессии. Вот, потом приметы, да не знаю, я на самом деле вот человек, который, я не очень верю в приметы. Как же, актёров же так много. Ну, их очень много, да. Практически все мои знакомые верят в приметы, садятся на... Листочек. Листочек, да, если он упал на текст, вот. Ну, я не верю в это. У меня есть пару примет, и то они не театральные. Единственное, что я... Я даже не знаю, приметы это или не приметы. Я, в общем, стараюсь, ну, естественно, никогда не пить перед спектаклем, потому что это очень... Ну, как-то логично, наверное. Да, нет, ну, это не у всех получается, вот. А во-вторых, я всегда повторяю текст, я... Ну, скорее, большая ответственность. Ну, это скорее, да, большая ответственность. Примет у меня таких каких-то нет, я, в принципе, считаю, что всё зависит от тебя, а не от примет. Я думаю, что это всё-таки для поддержания атмосферы какой-то ребята делают. Не потому что они в это верят, а просто потому что это как-то так вот... Заведено. Да, потому что так надо. Ну, я вот в это, я говорю, я не знаю, я не верю. И прошёл, ты поступил. Прошёл, я поступал 12 дней. Да. Все 12 дней я каждый день думал, что всё, это последний день. Мне кажется, такие нервы страшные, я даже не могу сказать. Но дошёл до конца, вот, всё, поступил, поехал домой, отдыхал месяц, собрался. Счастливый, наверное. Да, счастливый, понимал, что всё, я студент. Ну, главное, не поступить, а продержаться дальше. Да, да, дальше было. И вот к этому ты, собственно, я и веду. У нас было 32 человека, в итоге выпустило 16. Кто-то, ну, сами ушли не так много, в основном отчисляли. Я считаю, правильно. Пусть тебе скажут на втором курсе или на первом, что ты профнепригоден, как не страшно это бы звучало, нежели ты, опять же-таки, отучишься 4 года и положишь диплом на полочку и поймёшь, что это не твоё. Потому что я всё-таки считаю, что актёр должен быть синтетическим. То есть он должен и петь, и танцевать, и играть. Если у тебя какие-то проблемы с движением или с танцем, возможно, или тебе стоит подучиться, или это не твоё. Вот. За 4 года происходит очень много. На самом деле жизнь насыщенная. Некоторые люди, ну, я общался с людьми, которые не имеют к этому отношения. Они считают, что это легко. Пришёл, побаловался там на площадке, что-то показал, ушёл, отдыхаешь. На самом деле это очень кропотливый труд. Ты проводишь 7 дней в неделю в институте и 24 часа. То есть если у тебя закончилось мастерство, ты идёшь и готовишься к сцен-движению. Есть домашние задания, так же, как в школе. Ну, конечно, не писать там, читать тоже. Есть история зарубежной литературы, история отечественного театра. То есть ты тоже по этому готовишься, экзамены, зачёты, сцен-движением занимаешься, фехтованием, вокал. Всё учишь, репетируешь. То есть мало того, что надо учить, так ещё и над собой надо работать. Над собой, конечно. И учиться работать в команде. Нужно работать над речью, работать в команде. Это очень важно. Вот. Потому что сольно... Ну, вот главное, мне кажется, в институте научиться работать в команде. Потому что потом ты, естественно, в театре уже каждый сам за себя. Но актёрский ансамбль, он очень важен. Потому что если ты не можешь сыграться с партнёром, будет очень сложно и в спектакле, и вообще даже в жизни. Там театральный институт, помимо того, что он тебя учит профессию, он очень большой, даёт тебе опыт жизненный. То есть мне кажется, я кардинально поменялся. То есть два совершенно разных человека, кем я был до поступления в институт театральный и кем я стал после. Сейчас по-другому воспринимаешь свой выбор уже? Сейчас по-другому. Я хочу сказать, ребята, подумайте. На самом деле я не советую поступать. Если у тебя... Ну, если ты не полностью уверен, что ты хочешь быть актёром, я не советую поступать. Это очень сложная профессия. Часто разочарование. Это не всегда большие деньги. Это не всегда звёзды с неба. Вот. Это работа, работа, работа. Перед тобой будут закрываться двери. То есть тебе нужно научиться понимать, что... Что есть другие. Да, что есть другие. Нужно адекватно себя воспринимать, потому что это тоже проблема многих студентов. Когда они поступают, они думают, что всё замечательно, всё, я такой красивый. А на самом деле не всегда ты герой, и не нужно этого бояться. Потому что я, например, больше люблю играть характерные роли, нежели героев. Хотя могу играть и то, и то. Также, повторюсь, это небольшие деньги очень часто. Это нужно работать над собой, нужно искать связи, нужно пробиваться. И всегда всё зависит от тебя. Если ты сядешь на диване, будешь сидеть и ждать, мне позвонят когда-нибудь, я такой шикарный, я такой талантливый, то никогда на самом деле ничего не произойдёт. Нужно всегда работать над собой и ходить, стучаться, стучаться и стучаться. Скажи, а вот я, допустим, знаю, правда, очень много ребят-актеров, и у меня в институте был актёрский курс, и не один. И всегда они как-то вот выделяются из всех, потому что это всегда очень много людей, какие-то вечные у них там свои какие-то истории, они такие все, знаешь, прям сплочённые. И всегда кажется, что, даже не кажется, так и есть, курс — это ведь очень важно. И вот когда смотришь на актёров, всегда видишь какую-то потрясающую атмосферу, что они друг с другом всегда вместе что-то делают. Так ли это? Всегда ли эта атмосфера такая хорошая? Что за этим стоит? Нет, это такая атмосфера не всегда. Естественно, так как люди находятся 24 часа вместе, бывают и ссоры, и драки, и... Да всякое бывает. Но это очень сложно на самом деле, потому что... Ну, ты с человеком проводишь 24 часа, то есть ты его воспринимаешь уже как близкого, а когда человек рядом с тобой, ты видишь все его минусы, все его плюсы. Естественно, за 4 года мы все сплотились, то есть вот я могу сказать то, что у меня на курсе было 16 ребят вместе со мной, и все они стали для меня практически семьёй, со всеми я поддерживаю отношения, стараюсь со всеми дружить, всем звонить, спрашивать. Но не всегда это... Бывают такие ссоры, что потом ты годами не общаешься, потому что, ну, я говорю, когда ты 24 часа находишься, это... ну, это... это неизбежно. Вот. То, что вы всегда вместе, да, потому что если ты не будешь дружить с этим человеком, если ты не найдёшь общий язык, то ты и на сцену выйдешь, ничего не сможешь с ним назвать. А, кстати, вот мастера внимание на это обращают, если не очень хорошая атмосфера в коллективе, они как-то, да, поможут какие-то беседы. Мастера как психологи. Вот у нас, например, было три мастера. Один был прям такой очень хороший режиссёр, второй хороший педагог, а третий актёр. И вот педагог, который... Ну, мастер, который был педагогом, он был очень хороший психолог. Вот. Он сразу замечал, что если в коллективе какие-то конфликты, он старался поговорить об этом, разрешить. Не всегда, конечно, это у него получалось, вот. Но старался сплотить коллектив. Вот. И я считаю, что это очень правильно, потому что когда на курсе... Понятное дело, что всё время в шоколаде не будет. Но когда на курсе есть дружба, есть какой-то коллектив, который может постоять друг за друга, вот, то тогда из этого может что-то получиться. И тогда и на площадке будет это видно. А вот возникает чувство, да, я не знаю, там, у тебя или вообще у других ребят, актёров, то, что вот ты на курсе, так вот на всех смотришь и думаешь, что, ну, вот я, ты лучше всё-таки. Бывает зависть. Да. Тяжело с этим вообще справляться? Тяжело. Это правда очень тяжело. Да, как-то понять, на самом деле, все равны. Да, потому что ты тут тоже борешься за внимание педагога, вот. И бывает такое, что кому-то он уделяет больше внимания, и ты не сразу это, ну, понимаешь, что это нормально. Какой-то человек здесь в данный момент нужен, какой-то человек потом понадобится. Вот. Ты начинаешь завидовать тому, что у кого-то что-то больше получается, кто-то более органичен, кто-то более хорошо поёт, более хорошо танцует, кому-то оценку поставили на каком-то предмете лучше. И происходит внутренняя борьба, и часто, кстати, вот из-за этого тоже бывают ссоры, человек завидует другому человеку. Ну, в принципе, я считаю, что это нормально, потому что это и в любой работе есть какая-то зависть. Но я считаю, что нужно стараться отстраниться от этого. Можно же плюсы извлекать, да, если ты увидел у кого-то что-то там лучше, да, или просто можно же, наоборот, стараться над собой работать. Да, да, перенять что-то, какой-то опыт. Просто себя улучшать. Улучшать, конечно. Нужно посмотреть, что у этого человека хорошо получается, и понять, что у тебя не получается. Возможно, обратиться к нему с помощью, потому что я считаю, что актёры очень дружелюбны, и часто они могут помочь тебе в этом, вот. Так что меньше завидуйте и больше, как сказать, понимайте себя как творческую единицу. Бывает такое, что какие-то ребята на курсе берут на себя инициативу, знаешь, считают то, что они всё-таки как-то... Да, вот постарше, поважнее, или даже пытаются учить, может быть, чему-то. Вот как это переносится? Сложно. Или ты был лидером? Нет, на самом деле, мне кажется, на нашем курсе, да вообще, мне кажется, на любом курсе, каждый человек пытается себя проявить лидером. Это вообще качество актёра, лидерства, потому что ему всегда нужно утвердить себя, понять, что я лучший. Но это не всегда полезно. Часто это вообще не твоё. То есть иногда следует закрыть рот и послушать человека, который более смыслит в этом во всём. Изначально, когда только пришли, каждый пытался командовать, каждый пытался что-то навязать, управлять людьми. Но потом со временем человек понимает, что это не его, и его не слушают. Иногда это очень тоже портит коллектив, потому что человек до последнего не понимает, что ну ты не авторитет, у тебя это не получается. А потом со временем, когда люди уже прикипают к друг другу, понимают, кто есть кто. Кто взрослеет, наверное. Да, взрослеет, опыт какой-то приходит. Потом они выбирают какого-то определённого лидера, которого более-менее слушаются. Ну хотя слушается-то слушается, но всё равно иногда бывает выскользнет эта режиссёрская черта в каждом актёре, начинает что-то советовать. Иногда не по делу, подходит к тебе. Вроде как бы ты не просил помощи, а человек считает, вот ты неправильно здесь играл, здесь нужно так. Как у нас называли это коридорное жюри. То есть ты пришёл, там, например, показ прошёл, и после показа все выходят и начинают обсуждать. Ну вот я бы сделал так, а я бы сделал так. Ну сделай, когда будешь на площадке, сделай. Я сделал как я мог, и всё-таки буду слушать мастеров, которые меня учат, а не вас. Мне кажется, вообще, знаешь, очень тяжело сохранить какую-то адекватность, будучи актёром. Да, это я не в плохом смысле, но действительно, мне кажется, что актёры — это очень сложные люди, а именно вот внутри. Потому что эта вот жажда, да, внимания, она всё равно в тебе как возникает когда-то, и всё. Да, это очень сложные люди, это порой невыносимые, требующие к себе очень много внимания. И вот на самом деле люди, бывавшие на сцене, привыкшие к аплодисментам, то есть они вот… Я знаю у нас, я работал с актрисами, с актёрами, которые уже в возрасте, которые 25 лет или там 40 лет играют на площадке, они всегда привыкли, что им аплодируют. То есть, ну, говорят то, что профессия всегда кладёт на себе, на человека отпечаток. И вот есть такой актёрский отпечаток, это, во-первых, голосово, когда актёры работают на большой площадке, у них становится вот такой поставленный голос. Вот, они всегда везде себя держат очень, как сказать, строго. Да, но другим людям они не позволяют с собой как-то, не знаю, понебратски разговаривать. Часто это… Я, например, не считаю, что это правильно, всё равно все люди одинаковые, и не стоит себя держать каким-то очень важным. Нужно всё равно ходить по земле так же, как и все люди. Ну, знаешь, кажется, что всё-таки это зачастую такая маска, да, когда содержишь важного. Маска, да. Потому что это же элементарно, это и комплекс, и просто неумение быть обычным человеком. Возможно, да. Скажи, а вот бывает ли такое, что актёр, отыграв большое количество спектаклей, да, снявшись во многих фильмах, перестаёт понимать, какой он сам, то есть, что он вечно в каких-то вот ролях остаётся? Ну, я не знаю, я пока про себя могу точно сказать, что у меня такого нет. Нет ещё. Я не… Я знаю, кто я, то есть, я спокойно выхожу из роли. Но бывают такие люди, которые смотришь и понимаешь, что вроде, ну, это не ты. Ну, то есть, человек не сразу отходит после спектакля, что, ну, продолжает кого-то играть. Вот. У меня девушка тоже актриса, она каждый раз репетирует, иногда я не понимаю, Алёна ли это, или, может быть, это из другого спектакля. Вот. Но на самом деле известные люди, да, часто очень, мне кажется, очень меняются. Хотя, знаешь, мне кажется, это не всегда плохо. От роли же ты тоже что-то подчерпываешь. Вот. Вот, например, я играл «Ревизора», я тоже что-то подчерпнул из этой роли, из роли Христакова. Да, из всех своих ролей я, в принципе, что-то подчёрп… Как сказать? Извлекал. Извлекал, да, извлекал для себя. Вот. И потом уже понимал, нужно ли мне это или не нужно. Ну, то есть, я считаю, что нужно всегда черпать что-то новое, потому что человек… Ну, он вообще привык что-то черпать из актёрской роли, из роли, из всего. Да вообще надо всегда, мне кажется, чему-то учиться и что-то отсюда брать. А вот, кстати, к твоим ролям сейчас перейдём. Я знаю, что ты работаешь в детском театре сейчас. Да, музыкальном. Да, в музыкальном детском театре. Скажи, согласен ли ты с мнением о том, что ребёнок это самый благодарный всё-таки зритель? Да, я согласен. Когда ты играешь, и сидят дети, у нас тем более камерный театр. То есть, ты выходишь на сцену, и я всегда смотрю в зал, я вижу всех зрителей. Вот, ребёнок, когда смотрит с широко раскрытыми глазами, ты понимаешь, что, ну, вот ради этого стоит работать. Он очень благодарный, он всегда отзывается на шутки, плачет, когда там ему что-то грустно. Часто бывает спектакль, начинается там с… Ну, с этим мэм, с затемнения, вот. Ребёнок начинает плакать, и тебе как-то хочется, ну, чтобы он развеселился. Ну, в общем, они погружаются в эту атмосферу, часто очень сильно переживают за героя. Я играл спектакль, называется «Почему у Розы есть шипы?». Там я играю Хмеля, такого злостного героя, который мешает Розе выйти замуж за принца Тюльпана. Вот. Дети кричали, орали, помогали Розе, чтобы лишь бы мой Хмель до неё не добрался, вот, называли меня кучей. Ну, то есть, очень приятно, когда дети отзываются, потому что взрослые, всё равно в них пропадает эта детская непосредственность. Взрослые, знаешь, смотрят через призму коридорного жюри. Да. Ты уже выразился, мне кажется. Ребёнок всё-таки по-настоящему тебя смотрит. Может быть, кстати, тебя это и спасает, оставаться каким-то человечным. Я так думаю. Возможно, я вот на самом деле, раньше я не представлял, мне казалось, ну как, я драматический актёр, буду играть в детском театре, вот, хотелось, ну, большой театр, там, выходить какие-то. Ну, и сейчас тоже, конечно, хочется играть какие-то прям такие серьёзные, то есть, Островского, вот, Чехова. Но на самом деле я считаю, что я ничего не теряю, потому что детские сказки – это огромный опыт. Это вот как раз-таки чаще ты там играешь характерные роли. Я считаю, что для актёра очень важно научиться играть характерные роли, потому что героя ты всегда сможешь сыграть. Это практически, не знаю, может быть, кто-то считает не так, но я так считаю, герой – это практически ты и есть в предлагаемых обстоятельствах. А характерно – это когда ты можешь сыграть и бабушку, и дедушку, и голосом как-то поиграть, поиграть пластикой тела, вот, не знаю, это очень, всегда очень интересный грим, интересные костюмы. Да вообще очень здорово погружаться в сказки, на которых ты вырос. Мы играли мюзикл «Бременские музыканты», это была просто моя любимая сказка. Я играл «Осла», это очень комедийная роль, всем очень нравилось. А когда дети смеются, для тебя это самая лучшая награда. Вот, и когда аплодисменты, тоже дети встают, аплодируют, вот, кричат «Браво», там, ну, это очень приятно, это правда, это прям до дрожи. Мне кажется, очень тяжело это променять вообще на что-то. Да. Что вообще может стоить детского там смеха и улыбки? Ты говорил-то, что работаешь сейчас с детишками как раз, да, что ты начал преподавать в студии. Вот расскажи, пожалуйста, немного об этом. Какие чувства тебя это вызывает, на что тебя это вдохновляет? Раньше мне казалось, что это очень легко. В принципе, как и в актерской профессии, казалось, что все пришел, сыграл, все легко, и также с детьми пришел, позанимался. На самом деле, нужно составлять план работы с детьми. Нужно подходить к каждому индивидуально, то есть каждому свой подход. Часто ребенок приходит, его как раз-таки родители направляют, вот, и он немножко замкнут в себе. Нужно найти к нему язык, вот, чтобы ребенок почувствовал себя, ну, как дома. Нужно также учить детей, чтобы они работали в коллективе, потому что часто очень приводит ребенка, ну, и он не может найти общий язык, раскрепоститься. В принципе, это даже у каждого актера, не каждый актер может сразу выйти на сцену в незнакомом, в незнакомое помещение и при незнакомых людях и сразу раскрыться. Вот. Вот. Также с детьми нужно играть, потому что вот все то, что мы воспринимаем серьезно, детям лучше преподносить в игровой системе. Ну, конечно. Вот. Речью мы занимаемся с детьми, потому что часто тоже дети приходят и хочется им помочь в дикции, чтобы потом, ну, было понятно, что ребенок занимался в детской студии, вот, этюды делаем, также тоже рисуем, потом из этих рисунков мы делаем небольшие тюдики, вот. Постоянным движением, ну, на мой взгляд, что не стоит заниматься с детьми в таком раннем возрасте, потому что… Да, еще маленький, и, ну, не дай бог, не дай бог, и на себя я эту не беру ответственность. Вот. Вокалом я тоже считаю, что это… Так как, ну, я занимался вокалом, но у меня нет музыкального образования, вот, поэтому я считаю, что тоже детей нужно… Ну, с вокалом… С детьми вокалом нужно заниматься профессиональному человеку. Ну, и попозже все-таки немножко. Да, и немножко попозже, вот. Слушай, ну, мне кажется, что вообще, наверное, работая с детьми, ты все-таки действительно остаешься каким-то вот таким, каким должен быть. Это то, что, мне кажется, что нас вообще спасает. Ну, еще, знаешь, очень здорово, что при работе с детьми ты сам остаешься ребенком, и… Это очень важно. …ты не теряешь детскую непосредственность. Да, это очень важно, не закопаться, не закрыться нигде. Я думаю, что, знаешь, на такой милой ноте, да, было бы логично как-то подходить к завершению нашей программы, остановившись на детках. Скажи, вот если бы ты мог выбрать еще раз, что бы ты сделал? Я бы ни на что не променял. Ни на что? Да, я бы прошел бы… Этот путь. Этот путь практически без изменений, вот. Ну, малейший там, конечно, я уже думал, чтобы изменил, если бы прошел еще раз этот путь, а так все сделал бы, все тоже так же, как и сейчас. Ну, хорошо, и тогда напоследок просто дай совет ребятам, которые вдруг собираются становиться актерами. Ребята, сто раз подумайте об этом, потому что это очень сложная профессия, нужно отдаваться полностью. Часто актеры – это одинокие люди. Вот, это все не так просто, как вы думаете, как показывают по телевизору, и кино, и слава – это тоже очень большой труд, вот, подумайте сто раз. Деньги, не всегда это огромные деньги, не всегда это слава, вот. Так что перед этим выбором все-таки… Надо как-то оценить. Да, нужно оценить и понять, нужно ли тебе это, готов ли ты после этого стать хорошим актером непосредственным и работать в театре, в кино. Так, друзья, я напоминаю, в гостях у меня сегодня был Константин Хрустачев. Костя, спасибо тебе большое, что пришел, очень был рад тебя видеть, и, возможно, для кого-то твоя история будет знаком. И, друзья, я напоминаю, выбор всегда за вами. Это была программа «Я выбираю», у микрофона была Ольга Шершнева. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...